Привет! И сегодня будет новое видео на моем канале. Я буду разрисовывать вещи своей подписчицы, потому что... И кто-то написал это в комментарии, и я решил, что это надо сделать. Вот. А если вы еще не подписаны на канал, то можете подписаться. И давайте начнем. Ну что, начнем. Нам понадобится шоппер, марки специальной для тканей и альбом с бумагой, либо что-нибудь, что можно подложить вовнутрь сумки. Потому что, если вы ничего не подложите, то у вас рисунок пропечатается. И все будет некрасиво, потому что с обратной стороны будут пятна от краски, которые как-то там протекли некрасиво. А если вы что-то подложите, то ничего не протечет. Дальше я встряхиваю маркер, потому что это маркер специальный для рисования акриловой краской. В нем внутри акриловая краска. Это многие спрашивали, что у меня за маркер и чем я рисую. Так вот, это маркер с акриловой краской. Его можно купить в художественном магазине. Я не знаю, какая это фирма, потому что я покупал его в Польше. Но, типа, в Беларуси, в России, там другие есть маркеры и хорошие замены этому. Наверное, надеюсь. Вот. И он сначала рисует очень бредно, потому что это первый слой, и он все впитывается в ткань и получается неярко. Но потом, когда все высохнет, я буду делать вторым слоем рисунок, чтобы все получилось более яркое. Я решил сделать такой огонек, как у меня было в одном из первых видео. Я рисовал на штанах, там тоже был огонек внизу штанин. И я сейчас решил сделать огонь в два, типа, уровня, но, мне кажется, это было зря, потому что получилось слишком много всего. Можно было оставить и первую эту линию, но ничего страшного. Как сделал, так сделал. Уже, типа, ничего не вернешь. Это же акриловая краска, она не смывается. Вот. Тут я уже начинаю рисовать вторым слоем, потому что краска должна быть яркая, и рисунок должен быть ярким и заметным. Сложно не заметить белый рисунок на черном цвете, но, да, должно быть еще более заметно. Кстати, сейчас же, типа, у всех там карантин и всякое такое. Напишите в комменты, чем вы вообще занимаетесь дома и сидите ли вы вообще дома, потому что я в Беларуси, и, типа, у нас никакого карантина нет. И я ходил пару дней идти вот в школу, сейчас я уже остался дома, сижу дома, снимаю видосы. Да, это не связано с карантином, но, типа, могу себе позволить остаться дома, почему бы и нет, что-то вообще в школе делать, последний день четверти. Да. Кстати, сейчас же у всех, наверное, каникулы начинаются, или только у меня. Напишите в комменты, когда у вас там весенние каникулы, и также можете написать в комменты, какие видосы вы хотите, и я тогда буду снимать больше видосов, и я не буду выходить чаще. И, может быть, вам понравится, и вы подпишитесь на мой канал. А еще, я уже говорил, да, что это шоппер моей подписчицы, которая мне написала, типа, йоу, чё, как? Короче, я купила шоппер, можешь мне его разрисовать? Я такой, ну ладно, только я не умею рисовать, может получиться какое-то говно. А он такой, ну ты же хорошо рисуешь, попробуй что-нибудь нарисуй. Я говорю, что я не умею ничего сложного делать, я могу нарисовать что-то простое, типа, как у меня на штанах было что-то такое кривенькое. А он такой, да, хорошо, класс, окей, мне нравится твой стиль, я думаю, бля, вляпал все. Короче, все-таки я взял этот шоппер, вот как видите, я на нем рисую, получается какое-то говно, говнина, говнище, еще 500 синонимов этого слова. Вот. Да. Но, кажется, она знала, на что шла, поэтому могла бы и не писать, если бы ей не нравилось. Надеюсь, ей все в итоге понравилось, потому что ее реакция была не такая однозначная, какая-то странная, но, надеюсь, это было, типа, что-то положительное. Вот. А тут я почему-то решил поставить точки, и это выглядело ужасно. И я понял, что ты уже не сотрешь, не замажешь, ничего с этим не сделаешь, и я это оставил просто в центре, на раздумье, чтобы подумать, что вообще с этим делать. А в итоге я ничего не придумал, и продолжил рисовать вторым слоем все рисунки. Дальше взял черный маркер, тоже с краской акрилов, пытался это все замазать, но оно ничего не замазывалось, было видно какие-то белые разводы. Я подумал, ладно, так уж и быть, судьба так решила, все решено свыше, ничего у меня не получится замазать, поэтому придется жить как живем, делать все как есть, и поэтому я расставил точки по всему огоньку, который вот есть. Да. И мне кажется, стало выглядеть лучше, но, блин, слишком много всего получилось, мне кажется, и очень наляписто. Не знаю, какие слова. А тут я решил нарисовать белого котика, как у меня на рисунке, а камера решила, что это снимать не надо. Ничего страшного. В общем, дальше продолжаю рисовать, кот у меня получился очень кривой, я не знаю, в какое место, в какое, в какое место у меня ушли вообще руки, потому что какое-то говно получилось, реально просто. Мне кажется, это видео нужно назвать, обсираю свои работы на протяжении 7 минут. Ой, такое видео длинное, пипец, 7 минут, господи помилуй, кто это смотрит. Если вы смотрите видео хотя бы на этом моменте, то напишите в комментарии огурчик, чтобы я знал, что вы смотрите до этого момента. Да. Кстати, я планирую выпускать видео почти каждый день, когда у меня начнет стабильно набираться по 500 или по 1000 просмотров за день, чтобы я не делал видосы зря, потому что, типа, их мало кто смотрит пока что. И если вы хотите помочь мне как-то в продвижении и так далее, то напишите комментарии из нескольких слов, можете много комментариев написать и обязательно поставьте лайкос на это видео, там, формите подписку, если вы еще не подписаны. Делайте, там, типа, красные кнопочки серые, как там говорят все эти блогеры. Я не знаю, зачем так говорить, но, блин, мне кажется, кто хочет, тот подпишется. Зачем это говорить? Поэтому, да, подписывайтесь на мой канал. Не смешно. Вот, я опять все рисую в два слоя, типа, котика вот обвожу второй раз, пытаюсь как-то скрыть неровные края какими-то линиями, и тут я решил сделать фон, еще больше налепить всего на этот черный маленький шоппер, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от кривого кота и от кривого вообще всего. Мне кажется, эти полоски даже получились самое ровное, что вообще могло быть. Тут я решил немного дополнить фон, челочку-котику и поставить всякие точечки, там, точечки-точульки. А тут у меня начал заканчиваться белый маркер, я хотел закрасить глаза, но у меня очень плохо это вышло, как вы можете заметить, но ничего страшного. Вот, и как-то с горем пополам я это все сделал. Дальше я беру по незасохшей белой краске рисую черным, и получается какая-то серая херня. И еще я сделал желтый язычок, чтобы смотрелось, типа, хоть что-то немного яркое, потому что шоппер получился, типа, таким однотонным, и какой-то яркий акцент отвлечет от кривоты всего. Дальше самое важное, это нужно все прогладить утюгом через ткань, потому что, если вы не прогладите, то рисунок может смыться, стереться, вообще отпасть, убежать в другой мир. И главное утюжить без отпаривания, просто, типа, горячим утюгом, без воды, без всего. Вот, вы так накрыли, поутюжили, очень медленно, надо водить по рисунку, чтобы оно все хорошенько растворилось, эта краска, и впиталась в ткань, ну, типа, такое. Вот, оно под действием температуры, она, как бы, за ткань больше цепляется. Вот, мы смотрим, какой у нас рисуночек, говорим пока котику, и опять его проглаживаем, чтобы он, наконец-то, подох в этом мире. Опять смотрим, что у нас получилось, радуемся результату, ну, кто как, кто радуется, кто нет. Вот, и вот такой шоппер у меня получился, а тут просто я супермодель, супермодная чекуля, все же модели так ходят по подиуму, наверное, и танцы такие у всех хорошие, медуза какая-то. Ну, и всем спасибо за просмотр, если вам понравилось такое видео, то вы можете поставить лайк, давайте наберем 200 лайков, и я тогда сделаю вторую часть такого видоса. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok